Всем привет, друзья! Вы на канале «Столица мира». Меня зовут Толя, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Если вы видите меня впервые, то обязательно прямо сейчас подпишитесь на канал, потому что здесь я рассказываю много интересного про жизнь в США глазами недавно прибывшего иммигранта из Москвы. Вся эта неделя у нас выдалась очень документальной, в том плане, что выходили видео про грин-карту, лотерею грин-карт. Кстати, если не видели их, то обязательно посмотрите. Ссылки будут в описании. Спасибо, что пишите комментарии. В этом видео я отвечу на ваши просьбы рассказать подробнее про американское гражданство и американский паспорт. И почему большинство американцев вообще не имеют паспортов. Перед началом хочу снова порекомендовать очень эффективный и легкий метод изучения и практики английского языка на YouTube-канале моей знакомой из Лос-Анджелеса. Если вы хотите не только слушать уроки английского языка, но и говорить на нем, не напрягаясь, то обязательно подпишитесь на канал веселого учителя и блогера Ирины Ши. Ее уже смотрят более 300 тысяч человек. Также у нее есть сайт с видеоуроками, где можно в любое время совершенствовать свою грамматику, словарный запас и разговорный английский язык. Там сейчас как раз началась тотальная распродажа, так что можно начать учить язык за копейки. Ссылки оставлю в описании. Обязательно загляните туда. Очень рекомендую. Итак, американский паспорт. Поехали! Начнем с процесса получения американского гражданства. Кратко скажу, что если человек рождается на территории США, то он автоматически становится гражданином, вне зависимости от статуса родителей. Также человек имеет право стать гражданином, если один из его родителей является гражданином США. Еще один способ стать почетным гражданином путем прямого приказа правительства США. Во всех же остальных случаях вам придется проходить через процесс, который здесь называется натурализация. Чтобы вы могли начать этот процесс, вы должны быть владельцем грин-карты и жить на территории США в течение трех лет, если вы вышли замуж или женились на гражданке США. Или в течение пяти лет, если вы получили грин-карту всеми остальными способами. Именно об этом процессе натурализации я и хочу сегодня вам рассказать, потому что он достаточно любопытный. Включает в себя тесты и церемонию клятвы Конституции США. Но давайте по порядку. Сперва, если вы подходите по всем критериям для начала процесса получения гражданства, то вам нужно отправить форму N-400. После этого нужно пройти специальный тест, который проверит ваши знания истории США и их государственного устройства. Также в ходе теста будут проверяться ваши базовые знания английского языка. Вы должны читать, говорить и понимать английский язык. Если эти этапы вы прошли успешно, то вас ждет финальный этап получения гражданства. Клятва и присяга на верность. Проходит это следующим образом. Вы обязаны вслух зачитать текст присяги. Если интересно, то текст присяги на русском языке звучит примерно следующим образом. В настоящем я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня. Что я буду поддерживать и защищать конституцию и законы США от всех врагов, внешних и внутренних. Что я буду верой и правдой служить США. Что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне США, когда я буду обязан сделать это по закону. Что я буду нести нестроевую службу в вооруженных силах США, когда я буду обязан делать это по закону. Что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону И что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей Или намерения уклониться от ее исполнения Да поможет мне Бог Вот такая вот присяга Происходит это либо в суде, либо в иммиграционной службе США И по окончанию вы получаете сертификат о том, что вы стали гражданином США После этого уже можно подаваться и на паспорт Какие же права имеют граждане США? Во-первых, на жизнь и работу в США Во-вторых, на свободу въезжать и выезжать из Соединенных Штатов без ограничений В-третьих, голосовать на федеральных выборах и выборах штата В-четвертых, право быть избранным на государственные должности, кроме президентской Президентом может стать только тот, кто родился на территории США В-пятых, право на работу в государственных органах В-шестых, цитата из Декларации независимости Право на жизнь, свободу и стремление к счастью Авторы этих строк – настоящие романтики Какие же обязанности у граждан США? Быть присяжным на судебных заседаниях Да, граждан США случайным образом отбирают и обязуют явиться в суд для участия в качестве присяжного Это единственная обязанность, которая доступна только гражданам Держатели грин-карты не могут быть присяжными Второе. Быть зарегистрированным в органах военного учета, если вы мужчина от 18 до 25 лет Третье. Платить налоги и подавать налоговую декларацию каждый год на все доходы, полученные со всего мира Четвертое. Поддерживать и защищать Конституцию США против всех врагов – внешних и внутренних, что бы это ни значило Пятое. Уважать и подчиняться федеральным, штатным и местным законам Шестое. Уважать права, веру и мнение других Какие же выгоды дает американское гражданство? Вы сразу получаете консульскую защиту за пределами США В случае ареста в другой стране или каких-либо проблем вы имеете право на защиту государства У вас больше возможностей стать спонсором для своих родственников из других стран, чтобы помочь им иммигрировать в Штаты Вы можете инвестировать в недвижимость США, избегая налога для иностранных инвесторов Вы можете дать своим детям гражданство, даже если они родятся за пределами США Вы, в отличие от держателей грин карты, становитесь защищены от депортации из США Вы можете получить американский паспорт и путешествовать в 174 страны без визы Но правда в том, что американские паспорта лишь у 42% американских граждан Почему же так? Во-первых, американцы очень любят путешествовать по своей стране Здесь создана прекрасная инфраструктура для внутреннего туризма Перелеты стоят копейки, дороги идеальные, количество мест для посещения – море Во-вторых, в Канаду и Мексику американцев пускают без паспорта Поэтому большинству такое разнообразие вполне достаточно Ну и последний факт – в США разрешено иметь два гражданства С этим проблем нет Друзья, если вам интересна иммиграция в США, вы хотите получить консультацию по вопросам виз, родов США, грин карты Или может даже полное сопровождение в этих серьезных вопросах То не стесняйтесь писать в Telegram и WhatsApp по номеру, указанному в описании к этому ролику Также переходите по ссылке на сайт, которую вы найдете там же И пишите мне в личку в Instagram и ВК Мы обязательно вам поможем Спасибо, что досмотрели до конца Поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями И напишите в комментариях, что вы думаете про процедуру получения американского гражданства Особенно про клятву До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok